Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас будет такое маленькое, но интересное видео. И да, пожалуй, я уберу сейчас этот значочек, буковки Е, только нужно на... вот, да, вот здесь вот это теперь галочка. Сегодня вы посмотрите чуть-чуть малую часть того, как проходят тренировки в моём клубе. Но, говорю сразу, часть будет совершенно малая, потому что я не хочу всё-таки показывать в открытый доступ процесс наших тренировок. Но в конце этого видео я, пожалуй, покажу вам, как вы можете организовать свою тренировочку, если вам скучно и вы хотите позаниматься выездкой. Так что устраивайтесь поедобнее или же седлайте своих коней и... поехали наблюдать за тем, как я провожу тренировки. Начинается всё с самого сложного, это одеться и собрать свою лошадь. Но в этом нет ничего сложного, у каждого в клубе своя форма, свои предпочтения. У нас в клубе формы нету, поэтому главные требования я соблюдаю. Это по нагавкам, по вольтрапу, по седлу и по уздечке. Требования я все выполнила, поэтому всё хорошо. А вот, что касается одежды, тоже одеваемся как удобно, главное, чтобы всё подходило под требования клуба. С этим у меня проблем нет, я же директор, у меня всегда всё должно быть хорошо и всё правильно. Поэтому мы с конём готовы и можем выезжать в сторону манежа. Весело и радостно скачем к месту проведения. На самом деле это некий ажиотажик и маленькая доля страха, потому что тренировки я не проводила очень давно. И после долгих перерывов всегда немножко страшно снова идти в работу. Вот мы и подъезжаем к месту тренировки и уже видим, что нас здесь ожидает наш соклубовец. Это очень приятно, что участники собираются чуть раньше, хотя сейчас, если что, без 14 минут до начала тренировки. Тренировки обычно начинаются в ровно или в половину. Так всегда всем удобнее. Также, если вы имеете свой клуб, никогда не забывайте сообщать вашим участникам о том, по какому часовому поясу проходят ваши тренировки. Потому что порой не всегда ваши участники из того же часового пояса, что и вы. Поэтому при приеме в ваш клуб учтите этот фактор. Он может сильно сыграть на посещениях ваших тренировок. Перед началом тренировки я всегда проверяю форму. Не важно, сколько людей у вас пришло на тренировку, но форму вы должны проверять. Чтобы у ваших учеников закрепилось в голове, что нужно каждый раз одевать определенный комплект амуниции на разные типажи занятий. После того, как мы проверили наличие формы, можно распределять последовательность учащихся, кто за кем стоит на тренировке. После распределения последовательности идем и готовимся на изначальной точке. Тренировку мы обязательно начинаем с разминки. У каждого она проходится по-разному, но мне кажется, чтобы настроить всех учеников, а точнее мозги после тяжелого рабочего дня или учебного, разминка это самое лучшее упражнение, чтобы привести мысли в порядок и вообще вспомнить, чем вы занимаетесь в клубе на тренировках. От буквы Е рысь. Манежный, потом да, ровнее округляем, округляем. Слишком маленькие. От буквы Ф мы сразу на манежный, всю длинную стенку манежным и на букве М на рысь опять переходим. Ровно заезжаем. Прямо на буковку едем. Так, сворачивай. Округляем ровненько. Ровненько, ровненько заворачиваем, округляем, делаем две одинаковые половинки. Ровно так округляем, заворачиваем, заворачиваем. Ай, браво. Так, едем, едем. Хорошо, округляем, округляем. Капельку меньше, 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 меньше. Слишком большая капля, большая капля. Иногда, когда ученики долго тоже не занимаются и что-то забывают, немножко по бузе приходится самой садиться на коня и показывать им, как нужно делать какой-либо элемент. Вот, теперь вспомнили. Так что давайте дальше едете. Так, по команде. Хат! Ровненько. Молодцы. Считать шаги сейчас будем. У нас конец тренировки. Плавно, медленно выходим на улицу. Мы отдохнули после тренировочки. И сейчас будем прощаться. И вот я прощаюсь со своими ребятами, потому что тренировка закончила. И они могут спокойно уехать по конюшням отдыхать. Вот и закончилась тренировка с клубом, которая длилась чуть меньше часа. Хотя обычно она растягивается действительно у нас на час. Я не показываю вам то, как мы тренируемся, потому что это все-таки внутри клуба. И должно остаться, я считаю, здесь. Ну а сейчас, дорогой мой зритель, дорогой дракон, если ты подписан на мой канал, я покажу тебе, какую мини-тренировку ты можешь привести себе, если тебе совсем скучно. Ради этого я даже отключила интерфейс. Самое сложное, с чего начинается тренировка, это отшагивание. Твоя лошадка должна обязательно разомнуться и разогреться, прежде чем ты начнешь на ней заниматься. Это позволяет почувствовать некую реалистичность в игрушке. Я думаю, твои лошадки, учитывая то, если, к примеру, ты на ней катаешься постоянно, хватит, в принципе, и одного круга по манежу, чтобы слегка отдохнуть, а бегать не по природе, но и при этом слегка размять свои ножки, прежде чем начинать на ней работу. Мы отшагали, допустим, кружок с шагом. Пора и начинать заниматься. Так как мы начинали с буквы H, то на букве E можно уже будет переходить на рысь. И постепенно начинать исполнять разные элементы. Я лично советую, немножко поресить, прежде чем начинать элементы. Так как твоя лошадка только разогрелась в шаге, нужно, чтобы она слегка поняла, чтобы начала работать, и ее ноги тоже смогли разогреться чуть получше. И после этого мы начинаем. Давай, к примеру, сделаем на букве B маленький вольт. Я тебе заранее говорю, я человек, который не занимался выездкой с лошадьми, и просто обобщаю тебе все, что я тебе предлагаю. Размер маленького вольта относительно игры ты можешь сам себе регулировать и приближать его к реальным габаритам. Если ты не любишь такие маленькие вольты, которые я тебе сейчас показала, давай сделаем побольше. Попрожимай стрелочку вбок. Это позволит тебе понемножку плавно поворачивать вбок, таким образом максимально округлить вольтик. Некоторые умеют делать вольт на мышке. Я, к сожалению, так делать не умею. Как насчет волны, или серпантина, или змейки. У всех она называется по-разному. Давай попробуем проехать ее на манеже. Судя в том, что ты должен разделить манеж ровно, постараться на несколько частей. Сейчас, допустим, я проеду манеж, серпантин на три части. На три поворота или на три витка. Очень сложно сориентироваться, если ты очень часто меняешь клубы, потому что везде произношения элементов разные. И приходится немножечко соображать, какое название в каждом клубе имеет какое значение. Я, к примеру, очень долго привыкала, когда меняла за одно лето три клуба. Очень сложно сосредоточиться, потому что где-то один и тот же элемент действительно обзывается по-разному. И приходится уточнять такие маленькие, но очень важные уточнения. Мы доехали серпантин. Как насчет смены направления? Можно сменить направление большим количеством способов. К примеру, полувольт. Сейчас мы сделаем маленький полувольт, который позволит нам сменить направление и развернуть лошадь в другую сторону. Это а-ля маленькая капелька, после которой мы направляемся вновь к стене и выравниваемся, продолжая свое движение, но уже в обратную сторону. Следующим видом смены направления можно направление через центр. Если судить по нашему манежу, то это направление А, С, С, А, Б, Е, Е, Б. Через центр манежа ты тоже можешь сменить направление. Главное, не забывай, что ты должен обязательно повернуть в противоположную сторону после того, как завершишь данный элемент, чтобы как раз сменить направление. А то иногда можно зазеваться и повернуть ровно в ту же сторону, на которую ты начинал ехать изначально. Теперь давай сделаем диагональ. Ни в коем случае никогда не делай диагональ вот так. На самом деле, ты вживую никогда не сможешь повернуть так лошадь. Это жутко неудобно, да и в принципе так никто не делает. Как же надо делать диагональ? Я тебе показываю те элементы, которые знаю сама. И уже не помню, как их делают в ССО в пятилетней давности. Диагональ нужно делать ровно вот так вот, чтобы не было острого угла. То опять же, через почти центр манежа, а точнее просто ровно ехав на противоположную сторону стены, где расположена буква, мы проезжаем диагонально весь манеж. Доезжаем до конца и поворачиваем тоже в обратную сторону. Таким образом мы тоже меняем направление. Я показала основные элементы, которыми ты можешь заниматься. Я сейчас тебе покажу еще один элемент, который есть в реальной жизни, и его можно повторить в Star Stable. Но это на самом деле, чаще всего очень трудно сделать с первого раза. Очень полезный элемент осаживания. Мне кажется, он позволяет намного лучше управлять твоей лошадью и рассчитывать, сколько нажатий клавиатуры тебе потребуется для определенной скорости лошади или для того, чтобы ее замедлить или ускорить. Как же делается осаживание? Мы начинаем ехать рысью и доезжаем до определенной точки. В моем случае это буква Е. Как только мы до нее доезжаем, мы должны остановить лошадь, сделать 4 шага назад передними копытами и поднять лошадь обратно в рысь. Чем быстрее ты сделаешь данный элемент, тем намного лучше он будет смотреться со стороны и более качественно можно считать его выполнение. Я не говорю, что так должны заниматься абсолютно все клубы и абсолютно все наездники в Старстейбл. Но у меня в клубе определенная система тренировок. Я лишь показала тебе, как ты можешь заниматься наедине со своей лошадкой в манеже или со своими друзьями, если ты хочешь. У многих в клубах вальты абсолютно разные. Змейки, серпантины и вообще куча всяких элементов, которых обычно даже и не делают в реальной жизни так, как их делают в Старстейбл. И я могу тебе гарантировать, как только я познакомилась с Каролиной, которая в 6 лет занималась конным спортом и которая помогла мне внести в Старстейбл через наш клуб сюда реальную выездку, я поняла, насколько для меня неприятно смотрится та выездка, которую все эти годы занимались обычные клубы. Мне она стала неприятна и даже отвратительна. Я не говорю, что она плохая. Также я не теперь вообще не могу просто терпеть коллективную езду, хотя она и есть в реальной жизни. Но мне она не нравится, потому что, видимо, я слишком сильно выросла в ней. Ну и тем не менее, пожалуйста, у тебя даже есть интернет-ресурс. Ты можешь искать схемы, видео, сидеть, записывать, печатать и разучивать разное множество схем. Ты даже можешь зайти на официальный сайт Эквестра и скачать уже готовый расписанный маршрут. Единственное, у тебя только в нашем манеже есть не все буквы, которые могут быть, и тебе придется искать в интернете фотографию со всеми еще и буквами, чтобы понять, куда же тебе нужно ехать. В общем, такой вот маленький видосик с полезной информацией, маленькой короткой тренировочкой, и он тебе, я надеюсь, пригодился, или хотя бы, по крайней мере, был интересен и полезен. Если вы хотите какие-нибудь еще такие занимательные уроки, хотя я даже не знаю, как я еще, о чем могу снять, то пишите комментарии, ставьте лайки, а лучше именно комментарии, так я буду знать, что вам действительно это полезно, и что вы хотите какие-то такие мини-гайды, мини-уроки. Также, если захотите, я могу заснять видос с Каролины, как она рассказывает о том, насколько тяжело все-таки преподнести реальную выездку в этой нашей любимой игрушке. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. И хорошей вам тренировки. Субтитры подогнал «Симон»